Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное приключение лета для любителей жанра авторской песни. На Мострюковских озерах отгремел 49-й предъюбилейный Грушинский фестиваль. Свидетелями грандиозного опен-эйра стали более 50 тысяч гостей со всей России. Несколько дней на поляне работал наш корреспондент Анатолий Головко. В день гала-концерта на поляне у Мострюковских озер было жарко. Этому способствовала не только отличная погода, которая баловала гостей, но и сами туристы, приехавшие на Грушинский фестиваль. Авторы, исполнители и зрители стали единым организмом. Они подарили друг другу самое важное – любовь и живое общение. Последнего всем ценителям бардовской песни особенно не хватало, ведь пандемия разлучила людей на долгие месяцы. Но крепкая дружба оказалась сильнее и вылилась в грандиозный праздник, объединивший вокруг себя более 50 тысяч человек со всей России. Долгожданный визит сына легендарного Владимира Высоцкого только подогрел интерес зрителей к 49-му Грушинскому фестивалю. Никита Владимирович читал стихи отца с главной сцены на поляне, общался с туристами и раздавал автографы. После встречи с поклонниками Высоцкого-младшего пригласили на экскурсию, участниками которой стали губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Прогулевшись по поляне, почетные гости подписали соглашение о присвоении новому дворцу спорта на Молдогвардейской имени Владимира Семеновича Высоцкого. Советский бар давал концерт в старом здании ледового комплекса в далеком 67-м. Но память об этом событии до сих пор живет в сердцах горожан. Я знаю, что в Самаре к отцу моему относятся очень хорошо, очень уважительно. Есть улица Высоцкого, есть группа людей, которые много лет занимаются увековечением памяти Высоцкого. То, что произошло вот только что, по-моему, это очень правильно, очень хорошо. Есть люди, которые чтут, которые помнят, которые делают все, чтобы творчество Владимира Семеновича было с нами и сегодня. А его актуальность и в нынешний период переоценить, наверное, просто невозможно. После официальной части в предпоследний день Грушинского фестиваля наша съемочная группа отправилась к горе, на которой полным ходом шла подготовка к главному концерту на плавучей сцене гитаре. По пути мы встретили одного из хедлайнеров опен-эйра Василия Урьевского. Выходя на сцену, музыкант очень волновался, но зрители практически моментально разрушили барьер и позволили исполнителю открыться перед собравшимися, отблагодарив своего кумира оглушительными овациями. Куча народу, все тоже соскучились, все рады меня видеть, я рад, что я вот вышел, я так прям кайфанул сегодня. Я понимаю, что да, я вот по всему вот этому очень скучал и даже не хочу завтра уезжать. Уезжать не хотели и те, кто смог преодолеть подъем в гору и стать свидетелями традиционного концерта на горе. В этом году организаторы Грушинского фестиваля особенно постарались. Плавучая сцена гитара утопала в дыму, который растекался по ровной глади Мострюковских озер. А во время выступления лауреатов конкурсного отбора на берегу той дела сияли фейерверки. Авторы-исполнители представили зрителям программу, состоящую из разноплановых песен. Композиции заставляли туристов плакать от счастья, искренне смеяться и сопереживать лирическим героям. Я сижу одна на крылечке, на крылечке, я не стараюсь песенку дикать, в голове бегает, кружится человечек и какой-то поворачивает. Винтика, 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 винтика. В полночь на поляне Мострюковских озер пошел дождь, который является неотъемлемым атрибутом Грушинского фестиваля. Этот традиционный ежегодный каприз природы никак не расстроил зрителей. Вместе с горным грунтом капли летнего дождя смыли все печали людей, оставив после себя росу на еще не выжженной летним солнцем траве. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Безопасность детского отдыха, текущий ремонт дворов, а также вопросы оформления паспорта болельщика стали главными темами еженедельного рабочего совещания в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Главы районов доложили о проведенной ревизии состояния детских игровых зон, а также о выполнении федеральных и региональных программ по благоустройству. Подробности в репортаже Андрея Горгуленко. Лето, пора школьных каникул. Дети больше времени проводят на улице. Чтобы их отдых был комфортным и безопасным, глава Самары Елена Лапушкина дала поручение провести ревизию детских игровых площадок во дворах и на общественных пространствах. О результатах проверок главы внутригородских районов сегодня отчитались на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Они рассказали о состоянии площадок. Некоторые из них полностью безопасны и соответствуют нормам. Какие-то были испорчены вандалами, отдельные нуждаются в ремонте. Обратить особое внимание глава города просила на площадке, в состоянии которых поступали обращения жителей. Там, где необходимо, ремонтные работы выполняют сразу. Нужно разместить информацию о сделанной, о планируемой работе по тем заявлениям, которые люди оставили. И там, где они просят дополнительно установить, таких обращений действительно много. Мы тоже разъясняем программы, в которых они могут поучаствовать и, соответственно, сроки, когда это можно сделать. О реализации федеральных, региональных и муниципальных программ также говорили на рабочем совещании. Главы районов доложили о проведении благоустройства дворовых территорий. В этом году только по федеральной программе формирования комфортной городской среды приведут в порядок 55 дворов. Еще территории преображаются по губернаторскому проекту содействия и городской программе «Твой конструктор двора». Сейчас все работы выполняются по графику. Если вы 1 сентября не закроете площадки, у вас наступит ответственность. Поэтому лучше сейчас говорите об этом, где нам надо поучаствовать и где надо помочь. Если у вас нормальные подрядчики, которые понимают значимость проводимых ими работ, но тем не менее, сразу готовьте документы. Обсудили в администрации и новость, которая коснется футбольных фанатов. Для посещения матчей необходимо оформить паспорт болельщика. Глава Самары дала поручение разработать памятку для горожан, чтобы они понимали, какие документы нужны для оформления карты и каким способом ее можно получить. Вот и сейчас много вопросов, небольшая путаница в голове наверняка у всех здесь присутствующих. И у людей точно такая же будет, прям по шагу, что можно сделать, какие есть варианты. Потому что все равно болельщиков у нас более чем достаточно в Самаре. Напомним, Самара вошла в число пилотных городов, где для посещения футбольных матчей российской премьер-лиги нужен будет паспорт болельщика. Первую домашнюю игру крылья Советов в новом сезоне проведут 31 июля против московского торпеда. Заявление на получение документа можно будет заполнить на госуслугах, а получить в отделениях МФЦ. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Обезопасить детские площадки по всей Самаре – одна из ключевых задач, которая стоит перед профильными службами города. В каждом из девяти районов Самары власти сейчас проводят инспекцию состояния детских зон отдыха. В дальнейшем все объекты, в том числе аварийные, будут отремонтированы. Одна из проверок прошла в промышленном районе города, о ее результатах расскажет Михаил Ермоленко. С момента установки в 2010 году детская площадка рядом с домом номер 5 по улице Аменева стала местом притяжения жителей. Здесь играют дети, а взрослые отмечают Масленицу и Новый год. За 12 лет многое изменилось, рассказывает жительница дома Галина Зубицкая. Некоторые конструкции пришли в негодность. Постаралось не только время, но и вандалы. Благодаря недавней инспекции администрации района удалось привлечь внимание к проблемам на детской площадке. И вот сейчас подрядчик уже на месте, ремонтирует и обновляет изношенные элементы. Очень рады, что у нас стали ремонтировать нашу первую площадку. Мы очень рады, потому что ходят, вот у меня внуки сюда ходят, я работала долго заведующей библиотеки в соседнем доме. Тоже мы выходили сюда, проводили библиодворики, разные мероприятия. Поэтому, ну, очень прямо отрадно на душе, что сейчас решили ремонтировать эту площадку. Ежедневно силами администрации профильных служб и управляющих микрорайонами в промышленном районе города повсеместно проходит проверка состояния детских площадок. На сегодняшний день специалисты обследовали 51 территорию, проверили 792 объекта. Больше половины из них принадлежат местной МБУ, остальные в частной собственности. В дальнейшем формируется наряд задания, подрядчик выходит и исправляет те недочеты, которые есть по малым архитектурным формам. Самые распространенные дефекты у нас – это, естественно, лакокрасочное покрытие, это дефект непосредственно деревянных покрытий, ну и это выход бетонного основания из песка. Во время летних каникул безопасность детских площадок города – одна из ключевых задач. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, в этот период профильные службы в усиленном режиме проводят инвентаризацию детских зон отдыха. Такая проверка уже показала свою эффективность. В промышленном районе города отремонтировали порядка 120 объектов. Сообщения из социальных сетей обо всех аварийных участках специалисты Центра управления регионом Самарской области и Муниципального центра управления Самары получают от жителей через платформу «Инцидент-менеджмент». В месяц МЦУ Самары получает порядка 4000 сообщений. Благодаря созданию Муниципального центра управления у нас в каждом районе, внутригородском, в каждом департаменте закреплены ответственные, которые проводят мониторинг, обработку и анализ обращений жителей, поступающих через соцсети, практически 24 на 7. Также мы активно обрабатываем обращения жителей на эту тему в соцсетях. Жители под постом в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте главы города, пишут адреса тех площадок, на их взгляд, которые являются небезопасными. ЦУР в Самарской области аккумулирует сообщения о состоянии детских площадок со всего региона и берет на особый контроль. Только в июне зарегистрировали 220 жалоб по этому поводу. Данные проблемы не требуют больших финансовых затрат, но в то же время они несут риск для здоровья детей, которые находятся на этих детских площадках. Так, например, в сквере Высоцкого в Самаре был завезен песок на детскую площадку, а в Кировском районе была восстановлена одна из деталей карусели. Инспекцию и плановый ремонт детских площадок Самары планируют завершить к концу летнего сезона. Также жителям напоминают, что инициировать благоустройство дворовой территории можно в рамках нескольких программ, действующих в регионе. Формирование комфортной городской среды, содействие, твой конструктор двора, а также благодаря грантовой поддержке территориальных общественных самоуправлений. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Ирина Каковина назначена на должность руководителя департамента образования. Удостоверение ей вручила глава Самары Елена Лапушкина на еженедельном совещании в администрации. Ирина Каковина окончила Куйбышевский государственный университет по математическому профилю и Самарский государственный педагогический университет по менеджменту в социальной сфере. Работала учителем в 78-й школе, а с 2002 года являлась директором Самарской школы номер 3 имени героя Советского Союза Вадима Фадеева. Под ее руководством школа стала лучшим учебным учреждением Самарской области 21-го года. Также Ирина Каковина ведет активную общественную работу. Является депутатом Совета депутатов промышленного внутригородского района Самары. Входит в состав общественного совета при комитете по образованию Самарской губернской думы и экспертной группы по аттестации руководителей образовательных организаций. Ирина Николаевна человек в самарском образовании очень известный. Является членом всех советов по образованию. И конечно тот человек, к которому мы всегда обращались в советах. Мы с Ириной Николаевной проговорили задачи в ближайшей перспективе, стратегические задачи в сфере образования. Уверена, что все получится. Ирина Николаевна, я вас поздравляю. В добрый путь. День рождения на природе для человека с ограниченными возможностями здоровья. Логист Ксения Смирнова – нечастый гость таких праздников, так как она инвалид-колясочник. Настоящее торжество для Ксении в честь 25-летия организовали власти города и одно из волонтерских движений. На дни рождения побывал наш корреспондент Сергей Кизоркин. Высадка из социального такси удобна и занимает считанные минуты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Молодые люди приехали в загородный парк на день рождения своей подруги Ксении Смирновой. Обычно в силу обстоятельств они общаются по интернету. На этот раз все иначе. Это девочка с солнышкой. Улыбчивая, открытая, прелесть. Мы ее все очень любим. Вот она пригласила нас сегодня на юбилей. Ну мы вот все выросли в парусе надежды. Десница у нас есть. Вот такое вот общество у нас. Мы вот, когда нас приглашают, даже на детские праздники ходим с удовольствием. Билеты в театры бесплатные тоже. Это есть. Юбилей для Ксении Смирновой организовали власти города и одно из волонтерских движений. Глава города Елена Владимировна Лапушкина на Дне молодежи, узнав о нашей истории, я узнав о истории Ксюши, решила нам помочь. И при помощи нее и департамента опеки и попечительства мы организовали транспорт. Это машина с подъемником, специализирована для того, чтобы доставить всех сюда. Все приезжают с сопровождающими, потому что это очень важный момент в работе с людьми за данные типы нарушения. Но при этом всем, безусловно, у нас есть волонтеры, которые готовы помочь. Для обычных людей пикник на природе – обычное дело, но для людей с ограниченными возможностями здоровья событие уникальное. В итоге праздник удался. Развлекательная программа, фотосессия, торт со свечами и загадывание желаний. Поздравляем! 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 Именинница Ксения Смирнова окончила Самарский государственный колледж по специальности логист. Работает, участвует в конкурсах, старается жить обычной жизнью обычных людей. Ну, конечно, она очень рада, довольна, что ты. Самое главное – встреча с друзьями. Вроде-ка по ВКонтакте – это одно, а когда вживую – это совсем другое. Новому молодежному движению всего год. И за это время его активисты успели сделать немало добрых дел. Помогают нуждающимся людям порядка полутора тысяч человек. Главный девиз молодых людей – реализация социально значимых идей и проектов в родном городе Самара. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Решить психологические проблемы через творческий процесс. На базе комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района открыли новое направление – арт-терапию. У посетителей центра, большая часть которых – пожилые люди с ментальными нарушениями здоровья, появилась возможность раскрыться с новой стороны и обрести душевное равновесие. Как искусство может излечить, выяснили наши корреспонденты. Серебряный возраст – это самое настоящее искусство, считает Клавдия Федоровна Сухова. Все ее картины наполнены яркими красками. К тому же живопись в ее жизни играет не только эстетическую роль. Раскрыться с новой стороны и обрести душевное равновесие помогают в комплексном центре социального обслуживания населения Самарской области. В каждом центре работают группы активного долголетия. В Кировском районе Самары, например, открыта группа арт-терапии для людей с ментальными нарушениями здоровья. Мы занимаемся, мы тут разнообразные у нас занятия, не только рисование, у нас творчество, мы делаем игрушки, твуточки и все делаем. Здесь у нас девочки такие здесь славные, такие все умеют, и на экскурсии нас водят даже. Это настоящая синергия искусства и здоровья. Совместное творчество и его обсуждение позволяют всем участникам освоить навык бережного общения и раскрыться с новой стороны. В арт-терапии мы часто используем правопаушарное рисование, это тоже довольно популярный у нас среди посетителей метод. Также сказка терапии, различные притчи, музыкотерапия. Группа проходит два раза в неделю, у нас по вторникам и пятницам. Занятие длится примерно два часа. Средняя наполняемость всего в нашу группу на сегодняшний день входит 20 человек. Сами участники отмечают, арт-терапия помогает не попасть в состояние «Жизнь без цели», сохранить хорошее настроение и получить новые впечатления. Ольга Павлова, Ольга Волкова, Константин Головин. События. Почувствовал усталость на дороге? Остановись. Сотрудники ГИБДД Самары провели рейд «Отдых за рулем». Традиционно он проходит с 23 июня по 15 сентября. Вместе с сотрудниками ДПС в рейд вышла Елена Чернявская. Главная цель рейда «Отдых за рулем» – профилактика дорожно-транспортных происшествий. Останавливая автомобилистов для проверки документов, полицейские призывают водителей из дальних регионов страны соблюдать режим труда и отдыха. Сотрудники полиции предупреждают водителей на автодорогах быть предельно внимательными, не управлять транспортными средствами, в утомленном сонном состоянии и при необходимости сделать остановки в местах отведенных для отдыха в пути. При проведении акции полицейские обращали внимание водителей на то, что по дорогам нельзя передвигаться без перерыва. Он должен составлять 2-3 часа, а также рекомендовали избегать агрессивного стиля вождения. Сергей Лаптев за рулем большегруза более 20 лет. Едет с Ульяновска. Рассказывает, как только устает, сразу останавливается на обочине и отдыхает. И несмотря на то, что расстояние с Самару-Ульяновск небольшое, время для сна обязательно находит. Опыт у дальнобойщика внушительный. Раньше, когда я ездил на дальнее расстояние, я вставал. Потому что за рулем уснуть 5 секунд. Не замечено даже, как уснешь. Самое распространенное объяснение причины любого ДТП не справился с управлением. За этой общей фразой часто прячется усталость водителя. В сонном состоянии у водителя снижается внимание на дороге. И он не может быстро снизить скорость или избежать столкновения. Инспекторы призывали автолюбителей делать перерыв пути для отдыха, а также не подвергать опасности попутчиков. Всем участникам рейда сотрудники госавтоинспекции вручили памятные подарки. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Накал спортивных страстей на Волжском берегу. В городе состоялся ежегодный фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Commerce Fest». Тысячи участников из разных регионов страны соревновались на игровых площадках. Состязания прошли по шести видам спорта. Об этом подробности в сюжете. На пять дней Самарская набережная превратилась в большую спортивную площадку. Здесь и теннисные корты, и футбольное поле, и пространство для полетов в ризби. Тысячи спортсменов из разных регионов России и гости из Казахстана соревнуются в пляжных видах спорта. Это популяризация спорта, популяризация здорового образа жизни. Это наилучший пример того, чтобы привлечь население к регулярным занятиям физической культуры и спорта. И здорово, что пляж не пустой у нас, а он сегодня именно вместе со спортивными красивыми людьми, который пример для того, как такими людьми стать. В этом году соревнования проходят по шести видам спорта. Это пляжный волейбол, теннис, футбол, регби, паркур и новинка этого года – пляжный алтимат. Анастасия Красавина из Тольятти узнала об этом в виде спорта в жигулевской кругосветке. И вот уже пять лет соревнуются в бросании диска. Это летающий диск с фрисби, нужно его отдать своему сокоматнику, чтобы он поймал его в зоне. А другие игроки должны его сбить. Это очень интересно, особенно когда ветер, потому что он его сдувает. Ветер, он как бы показывает уровень игры, то есть диск нужно правильно кинуть его, закрутить хорошо, чтобы, соответственно, он улетел в нужное место. Алтимат фрисби зародился в середине прошлого века. Среди американских студентов тогда в качестве летающих дисков использовали формы для пирогов. Теперь это профессиональный вид спорта. В 2017 году женская сборная России впервые выиграла чемпионат мира по алтимат фрисби, обыграв сборную США. Здесь один человек ничего не сможет сделать. Это командная игра 5 на 5 или 7 на 7 в зависимости от поля, которое используется у нас в рамках игры. Либо же это песок, либо это газон, либо же это у нас зал. У нас принимаются люди любого возраста. Как видите, у нас дети 14 лет играют, и люди уже за 30 лет. Но в любом случае люди тем самым развиваются, они развивают других. И это самая главная прелесть нашего вида спорта. В Самаре фестиваль пляжных видов спорта прошел уже в седьмой раз. На следующий год поступили предложения включить в программу и соревнования по пляжному баскетболу. Мы по возможности стараемся каждый год добавлять новые виды спорта, интересные, которые востребованы участникам, для того, чтобы это давало определенный толчок развитию данного вида спорта в регионе, в области, и дальше уже по России. В этом году общий призовой фонд фестиваля составил почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. Вознаграждение получили команды-победители в разных спортивных номинациях. Также атлеты получили памятные подарки, новый опыт и яркие эмоции. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самары ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В связи с проведением работ на сетях теплоснабжения муниципального предприятия «Инженерная служба» отключены от горячего водоснабжения дома по улице Вятской, 14, 18, 20 и улице Рыльской, 3, 3А, 24А, 24Б, 44, сообщает в телеграм-канале промышленного района. Планируемый срок завершения работ – 18 июля. Чтобы снизить вероятность передачи вируса и существенно уменьшить риск возникновения заболеваний, необходимо своевременно прививаться и ревакцинироваться, информируют в телеграм-канале Октябрьского района. В Самаре до сих пор работают круглосуточные прививочные пункты. Вакцинироваться от COVID-19 можно в поликлинике номер 4 на Челюскинцев 1, а также в поликлинике номер 10. С 8 утра до 8 вечера прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения по улице Медицинской, 8, а после 20 – в травматологическом пункте по Медицинской, 4. В детском оздоровительном лагере Волжский Артек состоялась долгожданная события «Родительский день», рассказывает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Дети показали родителям условия проживания, продемонстрировали, как они справляются с бытовыми вопросами и отдыхают. Родительский день, наполненный позитивной энергией, пролетел на одном дыхании, и дети и гости остались довольны. Телеканал «Самары ГИС» запустил новый конкурс в честь своего 15-летия. Поучаствовать в нем и побороться за подарки могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Конкурс продлится до конца июля. Условия предельно просты – подписаться на группы телеканала «Самары ГИС» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала «Самары ГИС» на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самары ГИС 15 лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса – 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на страницах в социальных сетях. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok